такой роскошный пирог каракул мы сегодня с вами приготовили его можно готовить не только к чаю на каждый день и смело угощайте своих гостей и они будут в восторге я хочу показать как он выглядит в разрезе вот такая красота у нас получилась начинка потрясающе уверена вам понравится готовьте радуйте своих родных и близких но если вам нравится подробные пошаговые рецепты подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и мы вместе будем готовить вот такие потрясающие кулинарный шедевр поехали привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас потрясающая выпечка вкуснятина к чаю знаменитый пирог каракул готовится он очень просто получается нереально вкусно и для начала я в мою миску должна буду разбить 4 яйца а теперь нам надо будет желтки отделить от белков я отделяю вот таким вот образом вы можете делать так как вам это удобно а теперь белки я отделяю а в желтки добавляем полстакана сахара все это надо хорошо перемешать не надо долго взбивать миксером просто венчиком можно хорошо перемешать ну а теперь мы сюда добавляем размягченное сливочное масло и все снова хорошенько перемешать вот такая вот кремообразная масса у нас получается добавляем сюда пол чайной ложки соли и я взяла одну столовую ложку уксуса которым должны будем погасить одну чайную ложку пищевой соды и добавить наше тесто немного перемешаю последнее что нам остается это добавить муку я добавляю муку два этапа сначала буду замешивать венчиком после того как мне сложно будет перемешивать я перейду к замесу теста руками ну а теперь я убираю венчик добавляю оставшуюся муку и замешиваем тесто руками тесто получается очень приятная по консистенции напоминает пластилин долго вымешивать не буду все ингредиенты соединяю в один комок ну вот посмотрите какое тесто оно получается вот такая вот по консистенции а теперь я разделю на две неравные части визуально делим на три части и одну треть одну треть я помещаю полиэтиленовый пакет ставим морозильную камеру ну а большую часть теста мы берем кондитерскую форму и вот так вот прям руками равномерно распределяем по всей форме и немного выходим на бортики вот так вот я распределила тесто по всему дну а теперь кондитерскую форму я ставлю в холодильник и перехожу готовить начинку нам для начинки также понадобятся грецкие орехи которые я вот так вот нарежу ножом их можно пропустить через блендер буквально 2-3 импульса чтобы орехи не перемолоть очень я закончила нарезать грецкие орехи их пока откладываю а теперь переходим к основной начинке я достала из холодильника белки сюда добавляю буквально щепотку соли и один стакан сахара и все это взбиваем до устойчивых пиков ну вот до такого состояния мы взбили белки с сахаром я убираю насадку а теперь начинку мы добавляем нарезанные грецкие орехи сюда же обязательно ванилин или ванильный сахар и по рецепту добавляем абрикосовый джем но я сегодня добавляю сливовый получается тоже очень вкусно так как кислинка сливового джема идеально сочетается со сладкой начинкой все это вот так вот я хорошо перемешаю и наша начинка готова а теперь мы достаем форму из холодильника и мы выкладываем всю нашу начинку равномерно распределяем начинку по всей форме ну и последнее что нам осталось я достаю треть нашего теста которую мы поместили в морозильную камеру и берем терку и вот так сразу пирог мы натираем тесто так равномерно сверху натираем на терке меньшую часть нашего теста и я ставлю форму в духовку при температуре 170 градусов на 40 45 минут смотрите по своей духовке готовим до готовности я обязательно покажу что у меня получилось вот так хорошо поднимается пирог он еще немного опустится пирог еще очень горячий его надо оставить остыть после чего посыпем сахарной пудрой размер формы 28 на 28 сантиметра если у вас нет такой формы вы можете взять против размером 25 на 30 сантиметров ну тогда пирог не будет таким высоким ну а если вам понравится наш сегодняшний рецепт вы подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк и делитесь рецептом соц сетях всегда ваших всегда с вами домашняя кулинария пока